Логика Ройтмана. Логика Леонида Ройтмана. Конечно, это звучит слегка сумбурно. Что значит логика Ройтмана, Леонида? Имеется в виду логика откровений Леонида Ройтмана и как его откровение влияет на современное общество, сообщество уже не тоталитарных, а независимых государств. Россия борется против тоталитаризма, Украина против тотального, криминального, барыжного, чмошного, гнилого сообщества. Сообщества, повязанного с властью. Власть и народ. То есть аспект первый, что институция стукачества и антистукачества. После последних откровений, разоблачений Леонида Ройтмана. Его личная собственная логика не очень интересует. Мне интересует та логика, но его, которая влияет и уже повлияла на современное общество, по крайней мере и украинское тоже. Есть, конечно, небольшие недочеты. Есть небольшие минусы, в которых он говорит, что он готов дать показания для ФСБ, для следственных силовых органов России. Вот минус в том, что нет никаких ани ФСБ, ани следственных, ани прокуратурских органов России. Если мы говорим о большом политическом международном уровне. А есть только путинские, путиновские преступные шавки. Есть только режим Путина там, где он всем верховодит. И не могут быть как таковые незалежные, независимые прокуратуры или следственные органы. Следственный орган, о которых он говорит, что он может дать какие-то показания. То есть в этом блонд, в этом есть ошибка. В остальном же влияние его откровений сейчас должно рассматриваться не как институция стукачества или антистукачества, там где антистукачество в свое время было геройскими поступками. Тогда эти геройские поступки в тюрях, там еще где-то там в структурах, в разных различных структурах, как бандитских, силовых и тому подобное, выглядели как предательство того сообщества, которое борется за свое право быть какой-то структурой, то ли в отсидках, то ли в структурах криминального мира, там где этот криминальный мир был противовесом другого криминального мира, тотальной властью, тоталитаризма и тому подобное. Режим, когда был тоталитарный, то и бандиты, и политические считались те, которые борются. Ну, сученых тоже хватало и бандитских, и политических, которые боролись с тоталитарным режимом. И стукачество было там не в... взагали не в пошане. Это был смертельный грех. Но тогда, когда стали страны развитыми сообществами, то институция антистукачества, вы представляете, в Польше превратилась после того, как подполковник Куклинский или полковник сдал с потрохами всю КГБшную, всю преступную власть тадашнего тоталитарно-СССРовского режима, который уже к своему исходу стал чисто просто преступной, ненужной язвой на теле любой развивающейся демократии. Вот он их сдал, потом сыновей Куклинского было убито, там, подстроенных катастрофой и тому подобное, ну, уничтожено, чтобы, как другим, неповадно было. То теперь получается, что сейчас своим раскрытием, откровениями бандитской структуры, сообщество, которое развивается, которое сращивается и тем самым не развивается с бандитскими политическими группировками, которым насрать на простых людей абсолютно, то есть вот этот, уже даже это негативное слово, институт стукачества, то есть он своим институтом открывания правды, он только облагораживает, выходит, получается, это общество, которое должно развиваться, как по Библии, на демократических, правдивых основа. А если все будет закрыто, зарыто, под сукно, на века намертво положено, то это общество ни на чем учиться никогда не будет. Оно будет постоянно под прессингом, страхом, как омерто, под кодексом молчания. То есть пришли, украли, свалили, поживает себе, никто про них и слухом, и духом не водит. То есть народ постоянно будет обворованным, а воры постоянно будут отдыхать и ложить великий хрен на этот народ. И этот народ будет такой же по своей иерархической структуре. Будет ворам, гнидам, вонючим ворам-политикам по иерархии постоянно завидовать и ждать, когда этот народ снизены дойдет, как в дедовщине, как при дедовщине в армии. Это и называлось по Библии бы Содом Гамора, ну то есть город грехов абсолютный. И вот Ройтман делает большую мину, эксплозию, взрывая, подрывая стержни этих грехов. И, кстати, этот полковник Куклинский, сдавший совок к ГГБ-скую преступную машину и приблизивший Польшу к демократии, да, гнилая была демократия, ну, такой народ, чем становится чище, тем и очищает свое общество. Ну, у него есть шанс тогда очищать, очищаясь. То есть он теперь, сейчас в Польше, герой национальный. Его именем и улицы названы. И он в почете, в сообществе, потому что он приблизил незалежность, независимость от тоталитарной кремлевской машины, которая сейчас в России, к сожалению, действует полным ходом. И хочет все общество, сообщество и всю землю испепелить гребаным ядерным пеплом через маньячество Путина, через тоталитаризм, в котором будь то общество частично, будь то единица этого общества чиста. Эта чистость, честность, она в этом обществе тщетна и бесполезна. Он ее нигде не внедрит, он нигде никому не продемонстрирует, как хороший пример в этом обществе. Он просто умрет, и этот человек, и единица это в сообществе. И его чистость, честность умрет вместе с гнилью и паскудством в этом обществе, как навозный червь. Никому нахрен для мира, для добра мира, не нужный и не востребованный. То есть, исходя из последних разоблачений Леонида Ройтмана, выходит, что говорить правду и разоблачать для общества, для сообщества, раньше было это как западло. Это как ты стукачара, сливалова, тебе там надо засунуть, то все в ребра и тому подобное. Есть и остались и сейчас некоторые категории, там где до сих пор это развито, потому что, ну, выносить как Ликивикс, Лесноуден из недр спецслужбы, для тех спецслужб, потому что это государство было демократическое. Штаты, USA, Америка. Это было для них и для этих спецслужб, для тех людей, которые были сданы этими спецслужбами, для кого? Для государств недемократических, для таких, как Россия, Иран, Китай и тому подобное. То есть, те, которые издеваются над своим народом, ущемляя их, этот народ простой, в своей единице, в воле. То есть, воры хотят гулять на полную, обворовывать этот народ, а народ в своей, как бы, в своей единице, в многомиллионном сообществе должен молчать и покрывать тех, которые его грабят, выходит, получается. Да это полная херня-фигня, о которой говорят сотни и единицы правильных, праведных блогеров, как Россия, Украина, любых нормальных блогеров. Не шавок, не сосок, не мразей, тоталитарных режимов, манипуляторов, которые, наоборот, разжигают у народа, что народ, это не народ, а чмошная, вонючая, терпильская, быдляцкая био-сракомасса, которая должна нюхать все то, что воруют такие же быдлы чмори при власти, но еще и молчать, когда ее трюкают по полной лавочке. То есть, в России, где там, в Челябинске, да, кажется, там, в школе детям дали херню какую-то, а потом, когда родители и даже дети отказались, начали голодовать, голодать и отказались от хавки, то есть протест начали какой-то показывать, даже родители, ой, не надо, потому что это же будет стукачество, мы будем выглядеть как стукачи, вот для этого там вот это, благодаря преступной путятишной власти, вот эта культура ауешная романтизируется и гуманизируется в обществе, сообщество, чтобы это бедненькое сообщество было такое лоховское лохануто, и оно не стучало на чмырей, чмошных, на путятинскую власть, чтобы оно не развивалось, чтобы оно было, как в Содоме Гаморе. То есть, вот, думаю, хоть как-то более-менее с этим и более-менее как бы логично и втулдычено. И вторая еще, очень немаловажная причина его криминальных откровений. Он повышает ставки, и не только криминальные ставки, что заниматься криминалом, давечи, не просто опасно, а, то есть, если ты бандит великий, если ты взорвался, зажрался, все на циклах под тобой ходят, молчат, как в муравейнике, хотя Бог не создавал иерархию муравейника. А Бог создавал по образу подобия Божия, по воле, Божия, люди, чтобы были. То есть, если вот такой бандюк, политик, миллиардер, миллионер, вот такой, создает такую структуру вокруг себя. Все на циклах, хопа, всем всех завалю нахер. Так, что ты там вякаешь, так, хопа, сейчас заказать, миллиончик туда послал, блин. Хоп, типа сжать, чувака завалили и все. А вот, когда начинается говорение об этом, открытие правды, структур всех этих охреневших животных, чмырей, которые зажрались, воры, блин. Там, где уже общество уже миллионы лет, блин, ну, я имею в виду пару поколений, это как миллионы лет для людей, уже которые живут в незалежности, в независимости, они должны строить эту независимость. А все наоборот, они находят по циклах, они ходят на циклах перед бандюками и тому подобное, ворами, гребанными, коррупционерами, политиками, откатчиками, их детей, будущих и тому подобное. То есть, значит, что происходит? Леонид Ройтман открывает все это и получается, что статки для бандюханов повышаются в их деятельности бандитской. А более конкретнее имеется в виду институция заказных убийств. Там, где бандит, хоп, заказал исполнителю убийце заказ на того-то, того-то там конкурента, еще какого-нибудь типажа, который ему мешает жить, как говорил Янукович был. Потом он говорил, что какой он лох, ну ладно, это уже его проблемы. То есть, тот заказчик поручает убийство, там, политическое, там, криминальное или бизнесовое, ну, по мотивам. Убийцы. Этот убийца убивает, выполняет заказ, и потом через какое-то время того убийцу берут за жопу, и тот убийца говорит, вот, чтобы вы мне скосите срок, а я вам сдам политическое убийство, которое снесет режим в той-то и той-то стране, там, где он совершал эти убийства, заказные политические. Те, оба, на, давай, блин. И получается, что у нас? Или другой пример просто, что убийца вдруг станет теологом или философом, и тоже начнет, вот, как Леонид Руидман, об этом рассказывает. Даже не для своей славы, а для правды, чтобы эта правда просто была, жила, висела в этом обществе. Чтобы на этой правде учились будущие поколения. Значит, что получается, что убийца разговорится и сдаст всех своих, и доказательства заказом найдет реальные. Хотя это делается через подставных лист, там, где заказчик и убийца друг друга не видят. Ну, не везде и не всегда так, потому что эта сеть нужна, а сеть сейчас вся конторская наполовину. То есть мы говорим о тех случаях, там, где убийца и заказчик, зная, что, зная, что убийца хороший исполнительный человек, который не подведет, был там-то и там-то, прошел Крым и Рын, как говорится. И тогда этот убийца через какое-то время начинает говорить. Значит, что, получается, нужно заказчику делать? Значит, нужно заказчику валить и самого убийцу, которому, блин, заказав он, этот заказчик, свое преступление. Убийство там кого-то. Значит, получается, ставки в чем повышаются? В том, что теперь убийца знает, что его заказчик уберет, ликвидирует и реально замочит за выполненную, за исполненную работу, за убийство. Потому что у убийцы есть доказательства, связи, может, даже и не прямые какие-то там члены ДНК, прямые документы, которые связывают заказчика и жертву, а просто логическую связку, которая будет своим действием действовать больше, как бомба, нежели просто какое-то там доказательство, которое вынули из шафы. Вот. Значит, получается, убийцу, заказчику, нужно валить, убивать. То есть, получается, заказчику нужно убивать исполнителя, убийцы. Значит, получается, что... А исполнитель убийца, он же тоже не дурак. Он же это понимает. Значит, получается, что самому убийце нужно валить, убивать заказчика, чтобы самому остаться в живых. И не просто остаться в живых, а и оставить людям, обществу, сообществу, свою творческую натуру, свое творчество, изобразив в нем преступный мир той страны, которая должна быть чистой. Вот убийца, грешник, вот он видит, увидел друг, отдался правде Христу, там, Библии, то есть, и вот он видит, что нужно делать как-то чистоту. О чем говорит Библия? А с чего начинает? Да с себя же. Вот он с себя начинает. И начинает все хвалить цепь, всю бандитскую структуру, чтобы общество и его, власть этого общества, очищалась, и общество не боялось быть заваленным, убитым. Тоже нормализировалось, как по Библии, по демократии, в этой стране. Страна обогащалась, становилась нормальной для жизни в этой стране сообщества. То есть, получается, ставки повышаются для бандитского средовища, суспильства, то есть для бизнесменов, политиков, которые идут в политику для бизнеса, идут в политику для наживалого, чистого обворования, и фидерзейн гулять, а вы нахрен все, блин. Чтобы протиснуться, пропихнуться туда, если мир вот такого, вот он занят этими бывшими силовыми структурами, весь бизнес забран был, все, то есть, и те, и те пользуются институцией заказных убийств, то и для тех, и для тех ставки во много повышаются, потому что общество, узнавши, что вот такая хрень произошла с ним, оказывается, его величественный вождь был обычной уркогатиной и валил людей для достижения бизнеса, ну а сам говорил, говорит, что он там чуть ли не святыня, святоша, и ни в чем, цей рукой ничего не крала. Ну вот так, глетчики собирала, не крала, глетчики собирала и отдавала бандюкам, армию сдавали, все сдавали. Ну мы прикроемся листиком от внешнего мира. А, ну они ж бандиты, это ж вы выбрали, ну кое-что, что ж я поделаю? А что ж ты поделаешь, у тебя в руках силовые структуры, блин? Этот, как его, внутренние войска, СБУ. А он глетчики, блин, делает. Вот и вышли глетчики, что добрыми делами, и такими добрыми. Дорога в ад услалась, выслалась. Рушником устлана осталась в Украине. На войне, на которой погибают сейчас бойцы. А шароварщики беснуются в своих счастьях и эйфориях, скакания на этой крови. Тупые, ну что поделаешь. Вот такое общество, потому что вот такое общество. И делая открытие в этом обществе, он каким-то образом нормализует содой эту кислотную среду, убийственную. Для любой демократии, для любой нормальной развивающейся демократии. То есть, откровение Руйтмана. И не только для россиян, на самом переде. Во-первых. Ну и украинцев, естественно. Поскольку больше это стосуется россиян, потому что Россия ядерная держава. Все ж не по книжкам, не по наслышкам знают, что если кто-то, кто повелся на... Если совершивший человек беспредел, кражи там, насилие, убийство, истязательство, маньячество и тому подобное, не будет пойман и не ответит за свои злодеяния, преступления страшные, то он сам себя накажет это очень долго ждать. Это если в нем есть какие-то крупинки человека. Ну, обычно бывает все по-другому. Наоборот, из крупинки ублюдка возрастает огромная масса у человека ублюдочиства. Он становится маньяком, мразью, очень искусственным, майстерным лжецом для сокрытия этих преступлений и тому подобное. То есть человек становится никак не наказуем, а наоборот только увеличивается. В нем, вот и олимбическая система его, настолько произрастает свое маньячество, что он становится чуть ли не зависимый от этого комплекса становится. Неправильности, неполноценности, нельзя его полноценным человеком назвать. Он ненормальный, он убийца, маньяк. И если он не продолжает маньячествовать, то сам организм начинает его самоуничтожать, убивать в великих муках, чтобы он и далее занимался убийствами, маньячеством, злом, чтобы и далее это зло, сатана, дьявол компенсировался в нем и немножко заспокаивал его вот это прогнение, его потребности. В том, что он уже не наказавший себя, не наказавший себя за первое там преступление, а наоборот он себя только восхитил, возвысил. То есть, почему Россия? Да потому что весь мир и россияне стали уже заложниками больного маньяка, которому нажать кнопки ничего не стоит. Ядерные я имею в виду кнопки. Там, где и Россия, и другие страны ближайшие, просто превратятся в ядерный пепел, в людей, которые погибнут от ядерного, от нуклеарного радиологического заражения. А этот больной маньяк будет иметь все человечество или тех людей, те страны, миллионы, миллионы людей, которые погибли в его теракте, в его преступлении, он иметь будет этих людей как за трофей. Он будет, ну, тоже недолго, естественно, проживет, но и даже его лачебная, жалкая жизнь, там, месяц, час, два, годик или сколько, там, где-то скрываться в бункерах, подземных городах своих будет, то его жизнь, насколько она стоит тогда жизни миллионных убитых в радиологическом заражении или в войне, или еще в чем-то, россиян тех же самых, тех же самых украинцев. Чем это будет измерено? Тем, что эти больные припи, ну, ублюдки, те, которые голосуют за ублюдков, они получат от этих же ублюдков смерть для себя, для своих детей, поколений и тому подобное. И вместе с ублюдками погибнут и положительные люди, правдивые люди этой земли. А тупые люди этого не понимают. Вот для чего откровения и Ройтмана, и других нужны, чтобы люди учились на этих пониманиях и чтобы не гибли из-за мразей, маньяков и больных, тоталитарных, примаханных имбецилов. Смотри, жиращи, царуешь на веки вишни. То есть, каким еще примером объяснить, чтобы это было настолько просто и доходчиво, я уже не знаю. Ну, маленький из примеров это то, что вот это внутренние понты человека, фенечка, когда он уже надменный, когда он уже настолько охреневший, уже он на всех остальных смотрит, как на говно, на дерьмо, а он великий. То есть, это чистое психическое заболевание, то есть, чистая вялотекучка или акцентуация личности, переходящая в пограничное состояние этой акцентуации, когда какая-то блядища шалава приезжает в какой-то отель, начинает понты там разводить, только из-за того, что ее там муж богатый. Она хочет акцентуировать, что это не он там какой-то муж ее богатый, а что она богатая. То есть, как собака, которая разрывает кого-то, тем самым делая хозяину приятная благость. А то, что этот пес кого-то разорвет, и, кстати, хозяина за это накажут, псу пофигу. Вот так и люди со своим понтами, со своим идиотизмом, надменностью своей, они делают так, что они выбирают такого же лидера, но, я же говорю, одно дело государства не ядерное, а другое дело, когда оно ядерное, и когда этот лидер тоже будет видеть, что его акцентуация поддерживана, его пограничное больное, маниакальное, патологическое состояние поддержано в обществе, тогда он и будет эти кнопки нажимать, 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 покуда этого общества не станет совсем. Как Гитлер говорил, ну шо, тогда смерть вам, если вы, блин, не смогли. А шо ж не смогли, когда ты сам лох не смог, потому что ты пошел против тех законов, которых ты на этой земле не придумывал. Эти законы на этой земле, бытия этой земле, были созданы до тебя еще и утверждены как законы. Потому что ни ты ж, ни Гитлер, ни Путин, ни Сталин, и тому подобное, не создавал эту землю. Поэтому не имеешь права своим акцентуированным мозжечком навязывать свое говно и плодить себе таких подобных же придурковатых, примаханных, акцентуированных, вожделенных, примаха людей, которые будут только за, чтобы и они сдохли, и весь мир вокруг них сдох. Это так же, как разбалованный ребенок, когда ему родители уже отказывают, потому что они уже не могут, все, у них же бабки куча. А он их валит, блин, этих родителей, там всю семейку расстреляют, потому что он настолько акцентуирован, этот долбанутый ребенок, он их просто валит, убивает, а потом, приходя в сознание, в реальность, что он никто зироу, ниц, нект, нищет для внешнего мира, без этих родителей, которые его разбаловали. Он сам себе пух, в бошку стреляет. Но одно дело стреляет себе в бошку, а другое дело нажимает кнопки ядерные. Субтитры создавал DimaTorzok